МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добро пожаловать. Здравствуйте. Представители российско-китайской интернет-площадки Такай Таова теперь частые гости в Ханчжоу. Здесь базируется и ключевой партнер – логистическая компания «Хай Стор Тек». Такай Таова, или по-русски «Открой матрешку» – первая онлайн-платформа для торговли российскими продуктами в Китае. Запустили с 19 июня. В первый же день получили 300 заказов. Владелец торговой площадки, компания-импортер со стопроцентным российским участием «ФРС Трейдинг» зарегистрирован в Шанхае. Ханчжоу всего в 170 километрах. Но дело не только в этом. Перед началом проекта мы побывали во всех зонах трансграничной торговли, во всех городах, которые поддерживают модель трансграничной торговли. И Ханчжоу нам показался самым передовым, самым понятным городом. И наши партнеры нам рекомендовало правительство бондовой зоны, поэтому мы не вели долгих переговоров. Партнер Такай Таова «Хай Стор Тек» зарегистрирован в Ханчжоуской пилотной зоне трансграничной электронной торговли. Входит в топ-3 логистические компании Китая. В его активе 200 тысяч квадратных метров складских площадей. Организовать обработку грузов при таких объемах непросто, поэтому на складах тестируют автоматизированную систему их передвижения. Под моими ногами робот-грузчик Цянь Мо. Его грузоподъемность в зависимости от модели от 500 до 1000 килограммов. Один такой робот может заменить до трех людей-грузчиков. В «Хай Стор Тек» уже зарезервировали площади под товары из России. В руководстве логистической компании говорят, что проект Такай Таова подоспел вовремя. Подешевевший рубль резко повысил конкурентноспособность российской продукции. «Россия – огромный рынок, у страны большая территория, высококачественные лесные и сельскохозяйственные ресурсы. Из-за проблем с логистикой их экологичной продукции было трудно выйти на китайский рынок. Мы надеемся, что наше сотрудничество с Такай Таова поможет китайским потребителям распробовать качественные российские продукты». В этой же зоне трансграничной электронной торговли зарегистрирован партнер российской Yota Devices. Наш умевший йотафон на китайском рынке продвигает ханчжоуская компания «Дзилань». Сейчас она готовит рекламную компанию двухэкранного смартфона третьего поколения. На международное направление приходится 30% бизнеса. Партнеры «Дзилань» в основном в Канаде и России. К сентябрьскому саммиту «Большой двадцатки» в Ханчжоу компания обещает представить совместный проект с российской госкорпорацией «Ростех». Подробности, правда, не разглашают. «В сентябрье уже выйдет на рынок наша совместная продукция. Мы искренне надеемся, что предстоящий саммит даст возможность миру лучше узнать Китай, китайские предприятия и их продукцию. Это особенно полезно для малого и среднего бизнеса». Чуть похуже идет бизнес России у другого резидента ханчжоуской зоны трансграничной электронной торговли. Компания «Дуншен» раньше делала обычные железные шкафчики для рабочей одежды, а также локеры для универсамов и вокзалов. Теперь главный ее продукт более технологичный – постаматы или автоматы для доставки почтовых посылок. До 2015-го у нее было пять российских партнеров. Россия входила в мировой топ-15 по темпам распространения постаматного сервиса. «У нас партнеры более чем в десяти странах, в их числе мировые логистические компании, DHL, Amazon и другие, с российскими партнерами также успешно сотрудничали много лет. Однако из-за резкой девальвации рубля наша конкурентоспособность снизилась. В 2015-м сотрудничество приостановилось. Конечно, мы ищем варианты, хотим локализовать производство, экспортировать основные комплектующие, программные элементы, чтобы сборку делать уже в России. В этом году мы возобновили сотрудничество, чтобы остаться на российском рынке». Продуктовая линейка «Дунчен» поменялась под влиянием времени. Однажды дочь председателя правления компании попросила отца подождать дома курьера, чтобы получить посылки с товарами, купленными в интернете. Он решил, что человеку в этом процессе участвовать совершенно не обязательно. Так в компании появилось новое направление. «Компания «Дунчен» производит постаматы всех видов. Это автомат-холодильник для доставки скоропортящихся продуктов. Эти два для посылок. У них ячейки разного размера. И это постамат с подогревом для доставки горячих обедов». Всего у пилотной зоны трансграничной электронной торговли 5300 компаний-резидентов. Треть из них с участием иностранного капитала. За первое полугодие общий объем их экспорта превысил 2,5 миллиарда долларов. Это больше 12% всего экспорта «Ханчжоу». Зона трансграничной электронной торговли в «Ханчжоу» официально создана 7 марта 2015 года. За это время город для изучения перспектив сотрудничества посетило множество представителей зарубежных предприятий. Сейчас у «Ханчжоу» более 12 тысяч иностранных инвесторов. Ежегодный объем иностранных инвестиций составляет 6-7 миллиардов долларов США. В основном это предприятия из Америки, Японии, Германии и Республики Корея. 80% экономики «Ханчжоу» — это малый и средний бизнес. Примерно такой же, как у компании «Макина». Сейчас у ханчжоуского бренда спортивной одежды и экипировки для туризма разветвленная сеть собственных магазинов. А начиналось все в 2007-м, когда трое одноклассников решили заняться набиравшей тогда обороты интернет-торговлей. Придумали концепцию и бренд, наняли дизайнеров, разместили заказы на фабриках, запустили продажи на онлайн-платформе «Таобао», предлежащей компании «Алибаба». Сейчас-то квартира расположена здесь же, в Ханчжоу. Четыре года назад вышли в офлайн, но продажи в интернете до сих пор дают больше половины дохода. Развитие малого и среднего бизнеса — один из ключевых вопросов повестки делового саммита «Большой двадцатки». Бизнес-сообщество Ханчжоу ждет от сентябрьских встреч и решений, стимулирующих трансграничную торговлю. Встречи G20 и деловой двадцатки принесут огромные изменения в город Ханчжоу. Это касается и бизнеса, и обычных людей. Нам, как местной компании, это безусловно выгодно. В трансграничной онлайн-торговле мы столкнулись со множеством проблем, в их числе пошлины и логистика. Но самая большая проблема — нехватка специалистов, владеющих иностранными языками и понимающих специфику трансграничной онлайн-торговли. Раньше в стране доминировала традиционная международная оптовая торговля. Сейчас происходит переход на розничные продажи на трансграничных онлайн-платформах. Модель продаж изменилась. Если решим проблему с подготовкой специалистов, трансграничную онлайн-торговлю ждет бурное развитие. Саммит 20-ки даст миру возможность лучше узнать Ханчжоу. Развитие трансграничной торговли требует схожих систем и механизмов таможенных проверок, оплаты, финансов и логистики между странами. Мы надеемся, что на саммите будет запущен процесс координации этих процессов, чтобы институционально сделать международную торговлю проще и легче. Предстоящий саммит G20, который проведет города Ханчжоу, безусловно, это всемирно значимое политическое событие. Мы планируем совместно с российским экспортным центром начать проект с группой компании «Алибаба», национального российского торгового павильона на базе «Алибаба-групп». И в этой части очень активно готовимся сейчас к этому мероприятию. Китай – лидер мировой онлайн-торговли. Ханчжоу – лидер онлайн-торговли Китая. Мы надеемся, что саммит G20 поможет в продвижении концепции электронной коммерции, чтобы не только Россия, но и другие страны-двадцатки участвовали в трансграничной онлайн-торговле, создавая общие платформы для производителей и потребителей. Зона трансграничной электронной торговли – не единственная в Ханчжоу. Всего в городе 11 спецзон по развитию промышленности, высоких технологий, туризма, привлечению иностранных инвестиций. Доля административного центра провинции Джадзиан ПВП страны – более полутора процентов, а регион в целом считается одним из локомотивов второй экономики мира. Деловое сообщество Ханчжоу не без оснований рассчитывает укрепить свои позиции после саммита Большой двадцатки. Субтитры создавал DimaTorzok